Благочестие и добродетель его пасхи. Прошу прощения. В грехе церкви винится сам пасхи. С него взыскивается грех церкви. И он призывается к покаянию в этом грехе. Пасхи уже и похвала за благочестие и добродетель его пасхи. Пасхи олицетворяет собой как бы всю церковь. Обетования же, воздаяния даются не пасхи, а лишь тем, кто побеждает. Так мы видим высоту пасторского служения. Так мы видим высоту пасторского служения. Но и великую ответственность пасхи дала сущих как обязанных дать отчет. О душах пасхи. О евреям 13.17. Исс. Один из четырех крупнейших городов подмашнили Римской империи. Рим, Александрия, Ефеса, Антиохия огромный, шумный, великий языческий город. В нем было одно из семи чудес света древнего мира. Храм богины Диане. В этом шумном городе протекала бурная языческая жизнь. И вот в этом городе была образована христианская церковь. В ее основании и установлении большая роль принадлежит апостолу Павлу, который три года в ней дельно и мощно проповедовал. Какова была эта церковь, таковым и представляется ей Господь. Так, говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых святильников. Смотри, первая глава 12-13 стиха 20-й. Христос в церкви, держащий пастырей в своей деснице. Вопросы? Идем дальше. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить о развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и на счет, что они же ты. Знай дела твои. Эти слова Господь говорит в каждом из семи посланий. То есть Он знает все дела каждого, от Него мечты не сокрыто, медленного, ничего тайного, Он знает все. Если дела наши добрые, то это великое для нас утешение. Если же дела наши злы, то это грозное обличение. Таково нам будет, когда на страшном суде сами узрин око, видевшее все. И труд твой, и официально были деятельными христианами. Без всякой устали ленин много трудились к Господу. И Господь призрел на труд их, принял его, ибо был он истинен и во славу Божию. Часто наш труд знает наше начальство, от которого мы зависим, наши родные, наше чрево, ради которого много трудится человек. Но знает ли наш труд сам небесный? Знает ли он наш труд? Или скажет, я никогда не видел вас трудящимися. Далее сущие. И терпение твое. Труд их берем не по настроению, а по терпению. Человек часто трудится по настроению, когда ему хочется. Господь же хочет видеть терпение, труд кропотливый, долгий, непрерывный, неустанный. И вообще, во всяком деле, надо проявлять терпение. Далее сущие. И то, что ты не можешь сносить тебя возвратно. Так легко мы сейчас сносим возвратных. Если же не они же не могли сносить. Их община была безупречная. В ней не было места возвратным. Как и о первой христианской церкви в Иерусалиме читаем, что из посторонних же никто не смел пристать к ним. Деяния 5.13. Так было и в эфесской церкви. Мы сносили те христиан и развратных в среде своей. Обличали, увещевали и, если не раскаивались, отлучали. И поэтому народ прославлял их. Деяния 5.13. Ныне же нет той церковной дисциплины. Сносят разврат иных, а потому зачастую народ не прославляют. Но одни смеются, другие соблазняются а иные пристраиваются. Эфесским пресвитерам, священникам апостол Павел, сказал некогда. В подшествии воем войдут к вам лютые волки, нещадящие их стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Деяния 20.29-30 стих. 29-30 стих. Так оно и было. Составляя сложное, патрифическое, в кавычках, Евангелие, появилось много юридиков, это и гностики, люди, тоже называвшие себя апостолами, А ведь в то время действительно было много видевших Христа. И вот среди этих патрифов надо было уметь отличить истинных апостолов от тех, которые тоже так назывались, но были не таковы. отошел из Ефеса святой Павел. И вот более, чем через 30 лет сам Христос дает им послужу. Они с честью были бы неиспитаны не только духовно развращенных, но и лёжно учивших они испытывали, а значит были в состоянии испытать исключение и таковых несносимых в своей среде. Таково теперь положение? Давно прошли великие вселенские соборы, навсегда определившие истинную православную веру, осудившие деятельности. Но вот приходят все новые и новые в кавычках апостолы, сотнями и сотнями рождаются новые сетки, новые исповедания. И ныне эти исповедания подверглись испытанию и найдены ложными. по всему апостолу призвали учить народ наставлять в истинность православной веры, ибо и ныне люди гибнут в пагубных ересах. А чтобы испытать веру иную, вскрыть заблуждения, разоблачать рожей апостолов, надо глубоко знать свою веру. О, если бы и в мире чудный свет православия просветил умы и осветил сердца многих заблудших в ересах. Вопросы? Идем дальше. Откровение 2.3 Ты много переносил и имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал. Толкование скорби постигали христиан этой церкви и скорби немалые, а они все переносили. И имеешь терпение не только в трудах, но и в скорбях хранишь терпение. Человек готов трудиться и для имени своего, своей семьи, своей страны, и эфесяне же трудились в него для имени Господнего. И труда не изнемогая, а труда уже для имени Господнего человек не изнемогает, наоборот, благодать и Духа Святого только еще более укрепляется. Вопросы? Нет. Ну, то, что хотелось бы ословие развратных, не можешь носить развратных. В нашем понимании, что такое разврат? Ну, понятно, прелободеяние, блюд, там, а здесь толковато говорит о духовном разврате, или о ессе. То есть, есть разврат духовный, заблуждение, заблуждение, одно слово блудница и заблудшее, то есть, овца заблудилось. Вот. Слова похожие, однокоренные. Вот. А сегодня не только, к сожалению, духовного ворота это и речи, нет, там, иеретик, иеретик, это... Свои веры это люди. не знаю, большинство, не все, по-черкну, не все. Вот. Да и разврат все-таки сегодня настоящий и снесет разврат, снесет. Ну, подумаешь, делаешь. Ну, по-вескому, накаженные, любовницы и все это нормальное требовательное. И люди исповедуются, почищаются при этом. Вот. А Господь в откровении пишет, знаю, Гератого. Господь наш все знает и обобряет людей, которые не сносят. Вот они не сносили. Отключали. Отключали, здесь говорит, это церкви. Отключали, не раскаянили, которые, если не раскаялись, отличали на время покаяния. Сейчас не отключают. Обращение не изюлики, у литерги идет, ни один не выходит. Я вот тоже с мамой смотрю, говорю, но смотрю, обращение ни один не выходит. А, ну, все верно. Я говорю, ну, конечно, особенно в анкеле для тех охранителей, которые бритые стоят в галстуках. Они вообще к церкви никакого отношения не имеют, так сказать. Охранники, рабочие стоят. Видно, что они. Вот. И вот вопрос совсем у людей про православие. Есть у кого на приходах такое, чтобы при вывесе облашенные изюдики, не все-таки облашенные, облашенные либо те, которые готовятся к укречению, либо отключенные изогрек. Вот о чем сейчас говорили. То есть вот в эферской церкви они не могли сносить разладность. И Господь их благодолит за это. То есть человек разладный духовно возвращается и там не Бог не духовно. Да и то, и другое страшно, конечно. Вот. При вводе соглашения изюдики у кого-нибудь соглашения выходят? Вопрос про все. Или все стоят, все верные? Все стоят, никто не выходит лично в нашей церкви. И так как все наши батюшки знают, допустим, каноны церковные, значит, бывает, что проповеди и на проповеди никогда ничего не оглашают. То есть не ведут огласительных бесед. Это первое. А так как люди, значит, переходят вообще со стороны, не зная ничего о православии, не зная ничего о вере, не зная ничего о Боге, приходят и если надо потряститься, то из батюшка объясняет, что в какой-то день, значит, стоит сколько, приходите, приходите, то есть никак подготовиться, никак, то есть ничего такого нету. То есть сейчас идет, я так понимаю, что просто сейчас идет зарабатывание денег, на этом церковь просто зарабатывает. Все. То есть нет огласительных беседов. Если бы были огласительные беседы и проповеди как полагаются у нормального исповедника, Я считаю, что люди бы совершенно по-другому относились к православию, к вере, то есть они бы были уже твёрдые в вере. А так как мы все не твёрдые в вере, то есть несмотря на то, что мы читаем какую-то духовную литературу, читаем, допустим, Евангелие, Апостолы, Псалфири читаем, да, мы всё равно как бы духовно идём по этой маленькой ступеньке. Но если бы у нас были православные исповедники, вот как, допустим, Игнатий Тихонович Лапкин, да, это вообще просто исключение. Такого человека, конечно, это дар Божий просто у человека. Поэтому я считаю, что надо как бы больше и чаще как бы обличать таких батюшек, чтобы они имели страх Божий. Это лично моё мнение. Я благодарю, я благодарю. Ещё, может, кто-то хочет высказать на эту тему? Ну, я тоже лишний раз убедился сегодня, когда там ходили, разговаривали Евангелие, вот эти красные православные по благословению. По праву, ты её печатали. Ну, предлагаем, вот, семья, вот, видно, что он... Нет, нам не надо, не только что из Никольского храма, мы говорим, что тут ходят, создают-то, ни красавица, нет, нашу батюшка, всё-всё вот так. И, а брат-то, он говорит, ну, а как же вот людей-то привлечь к церкви? А он чётко вот, ну, вот уже есть, человек сам должен прийти. Любая, ни в чём случае не надо звать. Я говорю, ну, а как же Христос учил апостолов, посылал своих на проповедь, сам проповедовал, призывал. А что вы себя с апостолами сравниваете даже? Мы христиане, мы должны поступать так, как учил Христос в Евангелии. Идите, проповедуйте всем народам. Вот человек ходит в храм, видимо, исповедоваться, просвещается, и у него вот такая вера, что человек сам должен прийти. А Писание, наоборот, совершенно говорит, как вернуть в того, о коме слыхали, а как услышать, если нет проповедующего, а как проповедовать, если не будет послан. То есть Дух Святой меня посылает на проповедь, если тебя Дух Святой не посылает, то Духа Христова не имеет, это не его. Человек может ходить, исповедиться, причащаться и с причащением в ад пройти, потому что Господь этим сказал, такой диким, я никогда не знаю вас. Ну, вот, допустим, как у нас правила, как батюшки, допустим, иногда объясняют, что, значит, если они будут долго относиться ко всем, значит, к церковным канонам, да, это, как бы, это из моих усилий уже сказано, не батюшка. То есть я понимаю его слова именно так. Я изрекаю из своих именно уст так, как я его понимаю, потому что, значит, если, значит, будут они прихожанам объяснять, значит, правила поведения, значит, и все вот эти вот каноны будут объяснять и будут проводить вот такие вот непосредственные, значит, беседы с ним, что ходить в храм никто не будет. Никто не будет. То есть тем самым они привлекают, как бы, народ, что вот они не говорят ничего, значит, вот как пришел человек, так и пришел человек. То есть для своей потребности. Вот ему надо покреститься, он пришел, покрестился. То есть свою потребность он сделал и все. А дальше будет ходить он в храм, не будет ходить в храм, то есть это уже никого не должно касаться и волноваться. То есть батюшка не заинтересовывает такого человека. Это страшно. То есть в последнее время это вообще просто страшно становилось. Не помолиться нормально в храм не зайти. То есть все начинают сразу, как бы, человека учить. То есть все вот эти вот... Я вот была, знаете, технически, да, в лагере, да, мы были тогда в храме. Я удивилась о тишине и, как сказать, такой благодатной обстановке в храме. То есть я видела совсем не везде это. В нескольких монастырях я видела, вот в Москве была Зальфоноспасский монастырь мужской и Андроновский монастырь тоже мужской. Вот точно так же, как у Игнатия Тихоновича, было там в Могочино, да, вот так же и там было. То есть все строгость было. То есть мы пришли в храм молиться. А если мы пришли в наш храм, да, то есть мы не молимся, мы разговариваем. Вот эта постоянная ходьба, вот эта постоянная передача свечки, то есть нету благодатности такой, что не видят Бога, не чувствуют Бога. Не имеют страха Божия. Вот это страшно. Не благодатность, а благодарность. Не благодатность. Вот оно все от этого идет. Не объясняют батюшке, как себя вести надо в храме. То есть дышать через раз надо, бояться. Страха Божьего не имеют, поэтому так себя и дают. Потому что не понимают, не знают. Итак, продолжаем. Откровение 2 глава 4 стих. «Я умею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Толкование. Можем себе представить, как епископ Ефесской Церкви медленно разворачивает свиток с посланием и говорит, что это от возлюбленного ими всеми апостола Иоанна. Начинает читать гимны, похладает Господа, и все радуются, веселье духовное. И вдруг епископ приостанавливается маленькая частичка «но», останавливает этот поток похвали от Господа. «Но имею против тебя». «Имеешь против меня?» «Что же имеешь ты, святой апостол, против меня?» «На послание от самого Христа». «Что же имеешь ты, Господи, против меня?» «Много трусусь, все терпу, брешников и любовь обречаю и извергаю среди пасти моей. Трудимся много, не ищи славой или корысти, как некоторые. Но для имени твоего, Господи, что же можешь ты иметь против меня?» «То, что ты оставил первую любовь твою». Что это означает? Апостол Павел в 13-й главе первое послание к Карифонам воспевает гимну любви. Изучая слова этого гимна, напоминая, «Если мы не имеем любви, то хотя бы имели веру такую, что могли бы горы переставлять, хотя бы имели дать пророчество, знали все тайны, хотя бы все имение раздали и отдали тело свое насажение, хотя бы говорили языками ангельскими, духов бесплетных, то все равно это ничто. Все это тихотичное число имеет звенящие, и для Бога все это не имеет значения, если совершено для него. Так можно много трудиться, терпеть, исторгать грех и обличать елиси, переносить страдания, но если в сердце нет любви, то все это ничто. И ты, говорит Христос, не имеешь любви. Какой любви? Первой любви. Во всем писании это единственное место, где говорится о первой любви. Словами о любви находлено все писание, но о первой любви. Единственный раз говорится здесь. Первая любовь. Христос берет здесь образ того первого, неповторимого, единственного, крепятного чувства, которое бывает между женихом и невестой, которое ждет своего возлюбленного. Ждет. Она еще не наслаждается, не утешается им, а только ждет его всем своим существом. Делает все, чтобы только воссоединиться с ним, только о нем мыслить. Мы еще не соединились со Христом полностью, это будет вечности. Сейчас церковь невеста ждет своего жениха. И каждая верующая душа устремляется к нему. Это и есть первая любовь. Чистая, нежная, ожидающая. Он первый. Мы часто любим Господа второй любовью. Третья, четвертая, седьмой, десятая. В первую любовь мы любим себя, второй свою семью, третья свою работу, четвертая каких-нибудь людей. И только где-то там, вдалеке, на последних местах, у нас Христов будет. Таковы часто христиане, а Христос требует к себе первой любви. Кто отца или мать любит больше меня, тот меня не стоит. Первая любовь должна быть посвящена Христу. Существует такое примитивное понимание, что христиане любят Христа из коростных побуждений. Он, мол, помогает им и обещает награды. Это совершенно неверно. Да. И Христос не примет такое любение, если кто так любит. Должна быть первая любовь, любовь ко Христу, ради Христа самого. Вопросы. Я ничего не помню. Я извиняюсь. Всем здравствуйте. Пирочильный ножик, ножик пирочильный. Первая любовь. Это бессмыслица. То есть это не толкование. Объясните. Что значит первая, если первая, то есть вторая. Я так думаю, что здесь говорится о божественных чувствах. Не именно не о местих чувствах, а о божественных чувствах. То есть достичь совершенства любви просто на земле, конечно, это практически невозможно. То есть человек по возрасту своего духовного роста, он приобретает вот эту божественную любовь. Неземную любовь. То есть у нас любовь, местная, она просто опорочена. Мы не можем сравнить духовную любовь и божественную вообще ничем. То есть это человек каждый должен в сердце почувствовать, что есть действительно божественная любовь. Неопороченная, вот именно чистая, чистая любовь. Ну, это все разговоры, это все разговоры, это не объяснение. То есть это можно такие, ну, как бы, объяснения различного рода приводить очень долго. Но мы должны понимать, что если мы говорим о церкви любви единственной, нужно может быть только единственной, и церковь обвиняется в том, что она потеряла любовь к Богу. Если вот это толкование, я понимаю правильно. Я долго думал над этим текстом, уже года два разошляю, но пока мне ничего с другого в голову не приходит, кроме как первая любовь в церковь, светхозаветная, это был Моисей. Вот я больше другого понимаю. Нет, ничего больше. А так, какие-то чувства, где ложные чувства? Если есть первая, значит, если вторая любовь, она должна быть единственная. То есть как что-то можно говорить без любви к Богу? Я вообще не понимаю. То есть это вообще оберпение. То есть объяснение, толкование, оно не отвечает на... Ну, так, нет. Может, что-то еще есть? Нет, какие-то... Вот как ты понимаешь слова... Кто отца и мать любят более меня, тот не достоин меня. Вот как ты это понимаешь, Христов? Что? Ну как, здесь все очевидно, что нет любви к отцу и к матери, если ты не любишь в первую очередь Бога. То есть ее просто нет. То есть мы не познаем, что такое любовь, именно получая это от Бога. Это не чувства какие-то. Это какая-то часть чувства, они, конечно, связаны. Здесь не в этом дело. Но мы познаем любовь от Бога. И мы не можем любить ни родителей, ни детей. Вообще любить не можем в правильном понимании. Нам может казаться, что мы любим. Это может быть страх, это может быть привязанность. Это правильно. Я так понимаю. Написано, что грешники любят грешников. Грешники любят грешников. Они Бога не знают. Они грешники. Но они любят. И какая вам за это награда сегодня мы читали в Евангелии? Первое... Ну как тебе непонятно? Ну так рано же сказано. То есть мы Бога любим часто. Второе, третье, либо первое, любим себя, второе, семью, родители. Бывают люди, что выбирают между Богом и детьми и... больше любых детей, родителей. То есть получается, церковь обвиняется в том, что они не исполняют первую заповедь. Да? Ну? Да. Семь... А это все? Семь, да. Все разумения, все крепости, все... Девять соблюдают, а первую позабыли. Вот она и первая любовь. Любить Бога, но не на первом месте был. А втором на третьем. И причем, понимаешь, вот эти эфири, они трудились, не изнемогали, терпели. Для Игна Моего все это, понимаешь? Для Господа все это делали. Но не в первую очередь. Понимаешь? В первую очередь, вот она первая любовь. Здесь толковательно, ясно растолковывают. Очередные. Понимаешь? Очередные. Господь хочет, чтобы меня в первую любили. А вы любите первого себя. Потом меня. Они не потеряли любовь. Они потеряли первую любовь. Любовь у них осталась, потому что они трудились для Господа, написано. Изнемогали, терпели. Но. Дальше. Но. Но. Какое покоряло тебе там? Это я же первую любовь. А первая, вот она и говорит. И дальше, первая любовь. Есть песня первой любви, самая, как бы, запоминающаяся, первая любовь. И сранцы, не скажу, что она не есть. Она еще не испытала его ничего, она просто его ждет. Не ждет. Потому что мы по плоти называем первой любовью, вообще-то, это, в принципе, это спасло. То есть даже говорить нечего. Но, однако, сравнение, жених и невеста, там тоже страх присутствует. А может, и не присутствует. Не знаю, что у жениха не есть. Есть такие, женихи и невесты, которых нету страха. Они ждут, они хотят быть вместе, жить. Духовно, разницы. Почему не? Ну, то есть, получается, что они оставили, они, как говорится, зарапортовались, шли на страдания и на прочее. А зачем это делать, вы были? Понятно. То есть, так получается. Такое такое. А, ну, нет, ты можешь и коры переставлять, и бесов изгонять, и все. Ну, кстати, да, вот это вот хорошее, да, мы извиняющие. Да, пустой, пустой звон, пустой, то есть, нет, и все остальное бессмысленно. Просто попадает. Конечно. Вот это, кстати, да, спасибо. Пожалуйста, идем дальше. Так, ну, так, вспомни, вспомни, откуда ты не спал и покался и творил прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвинь светильник твой с места его, если не покаешься. толкование. Вспомни, где, когда потерял первую любовь, а значит, имел ее глубокое и страшное падение. Свет твоей первой любви, ангел церкви и светская озарая, не туда твой город. Ныне же ты ангел падший. Ты много делаешь, ты терпелив, ты строг, ты знаешь много, у тебя огромный опыт, но вспомни, откуда ты не спал. Вспомни свою первую любовь к Христу. Высокая когда ты еще не опыта и больших заслуг, но имел в сердце эту гумчужину первой любви. Из долины своего сегодняшнего состояния возри на гору его любви. Возри и вспомни откуда ты не спал. Далее сущие вспомни и покайся. Мы часто не знаем в чем кайся. Никого не убив и не обравив, мы иной раз не понимаем в чем же кайся. А Господь говорит покайся, что потерял первую любовь. Кто из нас исповедовал уже на исповеди, что потерял первую любовь? Нет таковой? Неужели никто не потерял ее? Неужели только их все? Все остальное ничего же не значит. Покайся и твори прежние дела. То есть дела первой любви. Сейчас ты приобрел опыт и потерял любовь. Так вот покайся и твори прежние дела любви, иначе покаяние твое без прежних дел будет пусто. Если мы куда-нибудь идем и вдруг вспоминаем что-то важное забыли, то как неприятно, но все-таки возвращаемся за забытым. Иначе идти без бессмысленно. Если ты вдруг начал вспоминать, что оставил первую любовь, что хоть и неприятно возвращаться назад, а может и снова с самого начала нужно все начинать, но все равно не спеши творить новые дела. Сначала вернись назад, чек с покаянием, и тогда твори прежние дела. «А если не так, говорит Господь, скоро придут тебе и сдвинут светильник твой смес его, если не покаешься». То есть это очень серьезно. Не что-то второстепенное, а с другой стороны, не что-то доступное, ведомое только пророком и подвижником монахом. Нет. Это совершенно необходимо всем для спасения. Господь говорит, если не покаешься в оставлении первой любви, то скоро придут тебе как дневный судьбя и сдвинут светильник твой смес его. Светильник это пастерство ухерского епископа, это и сама ухерская церковь, это и каждая душа этой церкви, это и ты христианин, ибо Христос сказал, вы свет мира. И сдвину светильник твой смес его. Тебе некогда вспоминать о первой любви, тебе занят служением, но развитируй тебя, если не покаешься. Так оно свершилось даже и буквально. Первосвятительский престол в Малой Азии был сдвинут позднее из Ефесов Константинополь и Великая Первоапостольская Ифесская Церковь утеряла свое значение. Святильник будет сдвинут. Так и каждая христианская душа, если не попался в утере первой любви, то скоро придет Христос, сдвинет ее святильник, и она не будет уже светить. господь, строго обличив Ефесяр, не забывайте доброе в них, дабы уныние в них не было чрезмерным. Тем самым еще более подвигайтесь, покаяния, показывая, что неутерянная окончательная возможность вернуться в прежнее состояние. Брат, можно провести пример? Помню. Помню. Пример такой, я скажу о своей первой любви ко Христу, я когда обратился, сравнение со своим нынешним состоянием духовным, сравнив первое состояние духовное, то есть здесь не зря идет сравнение жениха невесты, невеста это церковь, жених это Христос, то есть нежно такие чувства были ко Христу, то есть ты ночью вставал, там утром ты спешил встать в храме ты не стоял, не зевал, то есть у тебя такого не было состояния, ты просто трепетал перед Богом, Господи, там бежал на занятия, лишь бы только не опоздать, лишь бы только не пропустить занятия, а сейчас думаешь, ну ладно, пропущу один раз подумаешь, что-то такого без меня там справиться, то есть и так в любом случае, в любом духовном делании, в деле благовестия тоже нет этой горячности, ну пропустил я воскресный день, там кому-то проехал мимо, ничего-то не сказал, да ладно, уж потом как-нибудь скажу, то есть и вот это проявление потери первой любви, вот я по себе это вижу, то есть я никого не обвиняю, самому себе это все вижу, а раньше не было этого, я трепетал, просто ждал, когда кому, какому человеку мимо не пройти, чтобы сказать не о Христе ему, сказать о Христе вернее, чтобы его не пропустить, чтобы душа отошла вечность, не узнав о Христе, потому что я буду виновен перед Богом за это, и так, ну как сказать, я примел вот в этом отношении, вот я себя так вижу, проявление первой любви, то есть потери, а это можно увидеть в делах, проявление любви-то в делах же наших, не просто пример потери первой, а ты должен привести пример, как ты раньше, когда ты обратился ко Христу, как ты себя вел, там братья что-то скажут, какое-то замечание, что я не так сделал, я падал в колене, просил прощения у братьев, а сейчас нет, начинаю оговариваться, еще и обижаться начинаю, что он мне тут указывает, то есть о чем это говорит-то, какое, если апостол Павел говорит, предупреждайте нежности друг друга, с нежностью, где эта нежность-то, она, нету ее этой нежности, если мы друга начинаем заслоить в ответ, и вот так если человек, если так вот человек дальше эту любовь у Бога не упрашивает, то есть Господи, прости меня, что я потерял первую любовь, Господь что дальше говорит, сдвинут светильник твой, то есть может дойти до того, что просто у тебя будет потеря веры, вот и все, Господу, ты зачем, ему не надо, чтобы мы были бесплодны, ему надо, чтобы мы приносили плод, и тогда он нас очищает, через испытания, какие-то, искушения, и потом все больше и больше, чтобы приносили плода, с любовью во Христе. – Владимир Александрович, а вот еще, значит, у меня вот такой вопрос, да, вот о любви, если говорить, да, божественное, то есть первоначально Адам и Елода согрешили в роде, да, то есть у них было грехопадение, они тогда, когда они грешили, они всегда жили в Боге, то есть жили в любви, а тогда, когда они согрешили, они этот плод божественной любви, вот это божество, вот это вот, неизреченное вот это, чистой любви, они ее потеряли. То есть и вот сейчас, чтобы достичь вот эту божественную именно любовь, она несовершенна, она безгранична, она, как сказать, она настолько полная, что мы ее, я считаю лично это мое мнение, что мы ее достичь не можем в совершенстве. Мы ее, да, мы как бы духовно можем расти, но в совершенстве мы ее не достигнем, так? То есть это надо познать Бога, чтобы Бог жил в тебе, и мы в нем жили. Вот тогда, допустим, объясни, пожалуйста. Есть Нагорная проповедь, и Господь говорит по ступеням, как ты должен духовно возрастать. Это Ян Златов говорит, есть 9 ступеней, вот одна из последних ступеней, ведущая тебя к совершенству, чтобы ты был похожа на Бога. Это любовь к врагам. Будьте совершенны, как отец ваш совершенный. То есть он поставил дождь, говорит, на праведных и неправедных. То есть к этому мы должны стремиться всю свою жизнь. Вот твой предел, пожалуйста. Если ты поддашься... Спасибо, Иисус Станин. Это слово Агафьи стоит, а не Фенео. То есть здесь нужно быть аккуратным. А любовь есть целокупность всех совершенств. Не надо путать первую любовь, о которой мы здесь сейчас считаем, с любовью совершенной. Совершенная, да, вот, от него настрелиться, по ступеням, не... Это, по-другому речь. Здесь говорится о первой любви. Валерий правильный пример привел. Чувства жениха и невесты. Вспомните, даже сцены вот эти вот показывают на телевизию. Как вот жених, невеста общаются, там, и сусикусик. Потом проходит лет десять. Они в машине едут, вот уральские пельмени. И уже по-другому совершенно разгоряют. Муж и жена. А нам проходит еще двадцать лет, уже все, они там чуть ли там друг друга это ненавидят. И знали бы они тогда, бывшим женихом и невестой, что вот такое вот через тридцать лет будут такие отношения. Вот примерно и у нас отношения между Христом. Когда мы только обратились, как у нас сердце горело, как мы все из любви к Богу делали, все забывали. А вот уже так вот. И все. И лень какая-то наступает, и все. А и Господь не покажется. Вспомни, вспомни, откуда ты не спал. Из какого болота я тебя выдачу, из каких грехов. Вспомни. Мой Господь, любящее сердце, Он-то нас возлюбил, когда мы были еще грешниками, когда мы были врагами Ему. И мы так просто не понимаем, как можно чуть-чуть любить. Любить или нет. А вот эти чувства, это есть такое слово филео греческое. А агапия, это божественная любовь. И это в детстве стоит агапия, не филео. Да как можно всех любить? Не одних мы любим больше, других меньше. Живи больше, собаки меньше. Ну как? Как ты не можешь понять? Так вопрос не... Вопрос первое, второе, а не меньше или больше. Он говорит, а не в тебе, что ты стал меньше любить. О-о-о. Вот это тогда бы я согласился. А тут первую любовь. Значит, есть еще какая-то ресторан. А чего, а чего, чего? Полчу. Полчу. Я, потому что я, я думаю, что, ну, это сложно, вопрос, я не знаю, то есть я, я, я должен, больше вопросов нет. Поэтому. Ну, так, я вот в толкании понят, что Господь укоряет эфирскую церковь, именно в том, что она стала меньше любить. Нет, она именно перестала любить. Вот я так понимаю. Если не имеешь любви, то ты можешь и жизнь отдать, и раздать свое мнение, и никакой пользы с этого не получить. Совершенно это не нужно. Ты так делаешь это от себя и для себя. Ты не имеешь любви. То есть, вот в таком понимании, наверное, будет понятно. Да, согласен. Тем более, там стоит протос, это значит изначальную любовь. Ну, вот смотри, еще раз читаю. Кто отца, не мат любит больше меня, тот меня не достоин. Господь не говорит, кто не любит меня, тот не достоин. Любовь к Богу остается. Но на первом месте мат, отец, на втором Бог. И здесь нам портаватель говорит о месте Бога. Вас любит Господа всем сердцем, всем своим умом, всем разумением, всей крепостью. Ну, не знаю. Игнать Тихонович, расстудите нам. Расстудите, это нормальный просто. Я со всем согласен, но... Да, я не могу. все делаю просто. Вопрос состоит сначала, за что? Вы как-то не касаетесь этой темы. Когда говорить о любви, то обязательно ставить объект этой любви. Достоин ли он этой любви? А я всех буду любить. Значит, никого не любишь. А говорит, первое, то есть первое, не потому что второе, третье есть, а только первое, которое уменьшается. Сдумали отвлечь Екатерину Великомученицу замуж выдать. Но она поставила условие. Я полюблю того, а еще не видит она. Но она научится любить того, кто красивее меня. Второе, кто богаче меня. А она знатная, дочь сенатора там. Третье, ну, чтобы звание было выше. То есть она поставила такие условия, притом четыре условия. Красивее, богаче, знатнее, по всем вопросам. И умнее. А она знала все науки, астрономия и прочее. Ее познакомили, дали икону Спасителя. И она влюбилась. А только Пресвитер сказал, твоя красота по сравнению с его грязь. Вот тот он осадил ее. А у нее роем женихи. Богатство твое, которое считается, что это одна из богатых дам в империи, мусор по сравнению с его богатством. Но он не говорит о ком, ты потом показал. И знание твое, это мизерная молекула по сравнению с океаном мудрости, который этого жениха. И дал икону и Спасителя Иисуса Христа. так вот первая любовь, когда ты что-то искал, она искала, вы это совсем не коснулись этой темы. Я искал это, меня никто не уговаривал, никто мне не рассказывал, я все время искал Бога, который ответил бы на все вопросы. Евангелие дали, и когда они зашли хозяева в комнату, ну прошло там полчаса, они обедали, я единственное, что хотел, немедленно встать на колени. Нашел, я мог бы кричать, выйдя на улицу, нашел, я наконец-то того нашел, который красивее, умнее, сильнее, все, что я искал, где, читал, учился, я нашел в нем. Мне нравился капитан, который все знает, я учусь в высшем мореходном училище, я нашел капитана моей жизни, я для себя беру, то есть, с чего я только желал, защиты, бесстрашия, смелости, готовность умереть, я нашел в нем, и поэтому лучшее качество считается у южных народов это прекрасное гостеприимство, накормить, напоить, но любовь и это поставило не на первое место. Марфа заботится, Мария села у ног Христа, любовь сразила ее, она нашла все, и Господь благословил ее и говорит, что она избрала благую часть, есть часть неблагая, временная, видимая временная, невидимая вечная, она избрала то, и вот эта любовь, и она такая, которой слова никак нельзя сказать, это не та любовь, когда у тебя твой кобель там к суке идет, у нее течковать началась, вот эта главная плотская любовь, она такая же, за любой юбкой погонится, здесь он все забыл, все, во Христе великое и дивное совершается тогда, когда человек знает, что он искал, первая моя песня была, о имя Иисуса нам так сладостно оно, спасение, счастье сердцам от Бога в нем дано, в нем мой маяк, к нему плыву и направляю путь, в нем пристань, где склоню главу, чтобы вечно отдохнуть, а то для меня, для моряка, я нашел, я вышел и одно только, я нашел, и первое, что нужно с кем-то поделиться, вот эту первую любовь, мы выражаем к словам его, кто любит меня, как проверить-то, ну я люблю, кто любит меня, соблюдет заповеди мои, а заповеди его не тяжкие, но как, да он украшает сам, вот верующий человек, девушки особенно, цепляет какие-то украшения, церковь это не благословляет, что-то на шею вешает, а крестика нету, высшая красота мира, любовь, превосходящая человеческое разумение, высота, глубина, широта, долгота, это крест, говорит Иоанн Златоуст, нужно познать силу любви, высшая любовь, когда мы готовы умереть за Христа, а за ближнего, за грешника, едва ли кто согласится умереть, едва ли кто, а он, Христос, заказал любовь, когда мы были самыми негодными грешниками, и поэтому ответная любовь, она от того, что вдруг смысл жизни появился, у меня есть возможность встретиться с любым человеком, и царство небесное подобно книжнику, который выносит старое и новое, вся твоя грамота, что ты знал, это все на алтарь Христа, его, и вот когда люди сегодня воюют против десятины, не платят, ты меня не убедишь, что они любят Бога, они не любят, они обманывают Бога, а как, это Богу-то не нужна десятина, через десятину человек проявляет свое отношение к Богу, да это в Ветхом Завете, а это в Новом, отношение к нам, в Ветхом и в Новом одинаковое, совершенно одинаковое, молитву Отче нашу, можно было считать и в Ветхом Завете, если бы знали, хлеб наш насущий нужен, да принят царствие нужно, все нужно, а что, а это в Ветхом Завете, да в Ветхом Завете тоже пресекала всякая любовь, не входи к матери твоей, не открывай наготы отца, сестры, в Новом Завете ни слова не говорится, почему об этом молчат, а здесь любовь, я сразу понял, вот это море, вот я вышел в море и сразу, это Бог сотворил, считай Псалтырь, Господи, эти животные дикие, страшные, и рыбы прекрасные, это все ты сделал, сотворил, о, как я тебя люблю за это небо какое, закат, восход, земля, и я сам, как я дивно устроен, 138-й Псалом считаю, как он жилы натянул, как сухожилия, всякие косточки, они не рассыпаются, это ты сделал, ты не отдал мне разум, я мгновенно, сейчас говоря, знаю, как повернуть язык во рту, чтобы нужный звук издать, дает сон для вдохновения, это ты даешь отдохнуть, что бы я ни посмотрел, земля, она летит быстрее пули в два раза, это ты сделал, моря не расплескивается, это ты, пение птиц, и оказалось, что у скворца, у другой еще там другой, на другом колебании работает, более прекрасное пение, только обнаружили приборы, и это ты, и цветки, и запах, это ты, все Божье на сто процентов, все, до единой волосинки, мы не можем сделать щелым белым, какой цвет рыжий, значит рыжий Трамп и будет, и не надо его обвинять в этом, так вот, если все Божье, земля Божья, дыхание Божье, желание трудиться Божье, так поделись, докажи Богу, одну десятую хотя бы отдай, а почему так рассуждаете, да потому что Бог говорит, вы проклятием прокляты, все вы народ, вы не платите десятину, вы меня обкрадываете, меня, если ты не дальше в Новом Завете, ты не просто вор, ты святотатис, ты сколько пропил, прокурил негодный человек, сколько ты проездил везде, сколько ты проел лишнего, вот сегодня стали говорить, я спрашиваю, сколько у тебя шло на питание в месяц, помнишь, у одного брата спросил, он что ответил, до рублей 500, я говорю, у меня уходило 9,80, я тут вижу, один человек есть, говорит, вы меня жили, учили жить на 18 копеек, в день, да, так работа-то какая была, не за компьютером сидеть, на тачке катать, бетонно по этажам, это Бог делает, и поэтому, куда я напеверну, все и во всем Бог, и любовь в тебе разгорается, тогда, это твое, это твое, и ты то, что к жене там прислонился, то ты спал, с усладой сосном, как и вылитое молоко из тебя было, которое сгустилось, как творог, Соломон говорит, ты знал, что он будет похож на тебя, нет, и талант передается, бывает, наклонность к музыке, к математике, чтобы больше любили, бабка одна и говорит, ой, как и люблю внучка, она такая же, и задницу так же отклящет, и так же идет, все нравится, а ты знал, что она будет, не знал, и поэтому внимательно посмотри на все, и ужаснись, море чудо, и мы познаем малую-то лихую чуть-чуть, это все его, все из него и к нему, я не могу шага сделать, Господи, как ты этому Тимофею, помог сделать такой поисковик, а это Тимофей Бернарс Ли, изобрел интернет, а вот там такое-то радио изобрел, Маркони Попов, а вот свящая яблоко, яблочко вот тут, и начинаем, все, а он дал мудрость от него, когда мы считаем Акафист, слава Богу за все, слава Богу за все, за мудрость ученых, за все, мне Бог как-то положил на сердце, Бог, составить Акафист, один Акафист благодарственный, за астрономию, за математику, за физику, за химию, за ботанику, за все, я пошел по академикам, профессорам, вы все это знаете, у меня нет таких знаний, помогите написать, а дальше я отдам грамотные монахи, которые составят как положено, первый запев, второй, но нас тут с университетом не заладилось, указ Москвы пришел, всем покинуть, и потерял связи, но у меня сердце горело, как его прославить, это первая любовь, а дальше бывает работа, суета, забота, и все это гаснет, и Бог обновляет, эту ржавчину Акалины снимает, вот у меня первый арест, второй арест, и там, где никто не может выжить, нормально выйти человеком, он как на крыльях несет, и поэтому я ничего, я задыхался в этой любви, я разговаривал со священниками, Глебом Якуниным, которые сидели, ни у кого этого не было, сутки разбиты, в четыре встать, днем раз в пять, становиться на молитву, по полтора часа, Псалтырь считается у меня полностью Псалтырь, не что-то где-то, определенно там, за два дня в вузах, а было такое, нет, что любовь, и где бы я ни считал, это мое, это ко мне, это ты меня ждал, Господи, сколько было этот, ну, Мартин Купер изобрел телефон, это ты ему помог, а он мне теперь помог, я каждый шаг свой проверяю, а вижу ли я Бога здесь, и Дух Божий носился над водою, над разлитыми этими чувствами, Дух Божий носился и проник во все, и вот эта любовь, нет другого, кому нам эти у тебя глаголы вечной жизни, это умрет на земле, а вечность никогда не кончится, видимое временное, а невидимое вечное, это первое, любовь, вспышка, и она не проходит, она только разгорается, а там именно наказание, а любви первое, один раз в Библии говорится, один раз, а почему, это в откровении, там усиливается в духовном плане, а если этого нет, к кому нам идти, у тебя глаголы вечной жизни, это Бог дал им понять, а дальше только любовь разгоралась, представь, вот детям, вавила, учить, епископ, а их арестовали, ребятишки там 8, 9, 10 лет, начальник говорит, дайте каждому плетей, сколько лет, и когда им дали по плетям, да выгнали, а они теперь скорбели, почему мне не больше лет, я бы за Господь это больше плетей получил, ты не думаешь, на ребенок говорит, это Дух Божий, Дух Божий, когда кричали, садись с креста, не люди кричали, дьявол через человеческие глотки, Ян Златоуст говорит, и поэтому, первая любовь, когда себя забыл, с работы выгоняют, тебя посадят, Господи, я за тебя иду, меня сюда бы не пустили, а здесь преступники, теперь они вместе со мной молятся, целая камера обратилась, начальник тюрьмы умер по-христианскому, у меня следователь принял полное крещение, это чудо Божие, почему океан любви, это Бог мне лично дал, я опытом делюсь своим, доверься Богу, а за что ты его полюбил, за жизнь дарованную мне, за то, что окружает, все необходимое, за все пять органов чувств, глаза, зрение, вкусовые, обоняние, это все его, это мой Господь, куда я не пойду, в гром и молнии, в граде, это его, землетрясение его, за Майдан, семикратно в день прославляя, за суды его, когда ты любишь Бога, ты знаешь, плохого он не даст, и Майдан нужен, и Сирия, и война, и то погибает, и отечественные, и революции, ГУЛАГ, все нужно, почему, он любящий, ты меня оставил, говорит Господь, ты меня оставил, и я, что, погублю тебя, чтобы обратить, я простру на тебя руку мою, я сегодня говорил об этом, я устал миловать, Еремея 15,6, вот этот стих, он как грозный меч сверкает перед человеком, вернись, вернись, ты валялась, необмытое, в крови вся, и я возлюбил тебя, я тебе все даровал, а ты мои подарки на любовников потратил, то есть, что-то больше любим, там, компьютерные игры, или еще что-то, когда ты вот так перетрясешь себя, на мелкое нашинкуешь, переберешь, тогда все остальные слова эти, никакие, с Богом делись, отдай десятину, для Бога-то не нужно, для служителя его, трясется на своей, вор, и с ним разговаривать нечем, преступник, а любовь заставляет, а почему десятина, я хочу больше заплатить, пожалуйста, книга Тавита, 1 глава, 8 стих, и когда братья мои отступили от тебя, я один ходил в Иерусалим, и носил три десятины, почему никогда не считают ни один священник, и они десятину не берут, а почему, ну вот, знаете, треба, это вроде как десятина, свечи, вонючие, нечистые свечи, это Богу, они не понимают, что говорят, они не рожденные свыше, у них нет любви, они все ненавидят, что не дает им прибыли, вот, то, что нам Бог дает, первое, если у тебя там была, когда ты обратился, тогда тебе ничего не значит, любое звание профессорское, ты его за борт выбросишь, вот, это любовь, ради Христа, родители поставили условие, или ты идешь дальше учиться, или, все, кончилось, родителей нету, жена, дети, не ставь выше, вот, это первая твоя любовь, сжигающая все на твоем пути к Господу, если ты это не испытал, ты не пытайся словами дать, он не испытал, он не поймет, слепому рассказывает, как святая, какие радуги, он не поймет, он не может понять, он не видел никогда, или глухонемой рассказать ему, как прекрасно, пятая симфония Бетховена, он не может понять, он не слышал, и любовь, первую, может понять, тот, кто пережил ее, кто живет ею, кто возрастает в любви, и ты тогда услышишь похвалу от Господа, вот, как Господь научает нас и Слово Божие, спасибо, аллилуйя, молодец, у меня есть вопросы, сейчас прошел уже, можно не по теме, у меня есть вопрос, Светлана? Можно, Светлана? Да, добрый вечер всем, я новенькая, изучаю вот с вами второе занятие, Евангелие, да, Библию, и я, конечно, очень счастлива, рада, что попала сюда, вот, на эту группу, я сейчас услышала, и для меня, как будто, знаете, меня вот, прям поразило, очень сильно, как научиться так любить Господа, я стараюсь уже несколько лет, и я вот, недавно тут общалась очень долго, с адвентистами седьмого дня, ну, просто общалась, сейчас при этом в храм хожу, в православную церковь, и я пыталась как-то у них там, вот, потому что церковь приходит, там же никто о любви к Богу не говорит, с тобой никто не разговаривает, а тут с тобой разговаривают, как бы, я от своей веры не отступала, просто я думала, я научусь у них, вот, Бога любить, отношения с Ним выстраивать, но потом поняла, ну, там нет милосердия, там только любовь к Богу, как какая-то, а нет милосердия, какое есть православие, и для меня так важно, что, вот, я как бы, православие не изменила, просто общалась, с этими людьми, да, и вот я поняла, что, вот как мне научиться любить Бога, я так этого хочу, мне кажется, что я его люблю, я к нему обращаюсь, я его благодарю, я молюсь, я, но у меня нет любви, вот, про которую так говорят, вот, как мне кажется, вот, может, это вопрос такой, открытый, сильно, может, мне ответят, спасибо. Если дочь обращается к матери, и говорит, мама, а ты отца любила, когда-то, ну, конечно, плод любви, это ты, а научи, придет время, дочка, ты его знаешь, и научить нельзя этому, бывает, любовь с первого взгляда, только глянула, а у людей, это что, увидел, красивое, а красивое, что, это в нужном месте, кожа от костей отошла, надулась, и все только и всего, больше ничего нет, там сырость одна, любить Бога, мы все, это образно все, и в малой степени, кефицианам говорит о любви мужа, говорит, а я говорю о любви к церкви, о любви ко Христу, между ними любовь какая, и вот, мы должны понимать, моя душа и Христос, я сказал сейчас, все, что окружает меня, все, чего я касаюсь, я стараюсь в это проникнуть, как Господь это сделал, мне нравится толкование, бетекса одно, не православное, но просто нравится, и он объясняет, дух Божий носился над водой, как, он говорит, когда какой-то инженер, что-то там где-то изобретает, он говорит, ходит, не стоит, заложит руки назад, теперь ходит, как Наполеон размышляет, и тот, и вот дух Божий носился над этим хаосом, дух Божий носился над водами, и Господь творит свет, да будет свет, вот чего не хватает, а если свет, ты думаешь, живешь во Христе, а Христа не любишь, ты сначала испугайся, сначала мудрости, страх Господень, и ты, Господи, дал мне, никакой Осипов тут не поможет, а вот он говорит, там будет временно, Библия не говорит о временном мучении, оно может быть временно, об этом мы не знаем, Библия говорит только о вечном мучении, никогда не прекращающемся, никогда, меня вот это заставило искать больше всего, и не надо, Осипов сказал, он ответит за себя, это Евангелие от Осипова написано, Господь сказал, и мы должны верить, потоп был по всей земле, и где мы сидим, там плавали киты, акулы, дельфины ныряли, самая высокая гора, Джамалунга была покрыта, на 15 локтей, все, нам нужно знать Слово Божие, если ты любишь Бога, ты за каждую буковку будешь бороться, а не так, что, да, в Библии нашли много, перевод неправильно, один нашли, а теперь тысячи где, почему, он беззаконник, он ненавидит Бога, ненавидит себя, он как берюк, один, никого нету, а тут дверь не успеваешь открывать, отовсюду, мы сегодня говорили, как я в мечети молился, какие они мусульмане, какие они злые, какие глаза у них, ты не знаешь их, они любят друг друга, я у них среди мечети молился с поклонами, и когда уходил, все друзьями стали, вот как, а у него все, враги, сейчас, прочитал ролик, обо мне говорят, там, я говорил об освете Лиугова, когда готовились их запретить, я сказал, этого делать нельзя, вы все будете каяться, это дворкинская работа, вы их никуда не дели, это граждане страны, прекрасные работники, он так понимает, он за это ответит, он еретик, но государство-то не теократическое, оно не имеет права гнать за то, что он не так верит, нигде, а они пристают, да это прямая заповедь, не пристают, они спрашивают, они хотели бы изучать Библию, я с ними очень близко контактировал, это прекрасные граждане Российской Федерации, а их запретили, там почти 400 молитвенных домов отняли, что разбогатели на этом, а это только первоначальная стадия, доберутся и до нас, и мы должны это понимать, по любви к Богу, что ты думаешь, говоришь, молишься, ешь, помогаешь, по любви к Богу, а добро делают и коммунисты, и фашисты, все делают добро, и они так понимают его, но во имя Христа, во имя Его, во имя Его мы крестимся, и не потому, что мне нравится купаться, а потому, что это заповедь Божия, которую Бог ощущает, дал таинство, я все время благодарю, Господи, ты дал мне счастье, узнать, кто такие сектанты, я среди них был, у баптиста, пятьдесятников, администов, я на кафедре проповедовал, и все говорили, это православные у нас, вот удивительно, рожденные, свыше, знает, и я жалел о них, я плакал о них, и Господь дал новые и новые души, которые оттуда приходят, почему, любовь трогает, вот вчера только ролик тут был наш, меня спрашивал Сергей Егорович Игнатов, ну почему, к одному человеку тянутся, а к другому нет, он один, он один, и никого нигде нету, почему, эгоист, отвергнись с себя, утроба не сытая, чем ты поделился с ближним, ты увидел, где какая нужда, спешил туда, подставил руки, вот и весь ответ, любовь, все превозмогает, любовь прощает, я вот сегодня только рассказывал, что любовь Божия, что дал возможность с Ним разговаривать, ты за это благодарил, мы каждый день благодарим Бога в молитве, что Он продляет жизнь и сохраняет разум, я могу молиться, я могу получать ответ, это высшее соединение с Богом, вот он враг, я полез на голубятню, а кто-то ночью залез, отравы насыпал, и голубей, гляжу валяются, а я люблю голубей, у меня три голубятни, ну и что, исследовали, искали, семь лет нету, и вдруг перед отъездом, приезжает человек, и просит у меня прощения, я говорю, за что, это я отравил ваших голубей, я говорю, а за что, он ответить не может, потому что вам слишком хорошо, вы их любите, а я решил отомстить вам, у меня нет радости, он не мог перенести ту радость, которую я испытываю в 70 лет, хотя мне 78 уже, мы на счет сваи, которые делали запрудить пруды, с таким трудом мы делали, 500 сваи изготовили, он пробрался, а не пропитана уже отработка, и сжигает их, и никто не мог узнать кто, и снова приезжает человек, откуда, ко мне, перед отъездом, простите меня, это я делал, а почему, зависть, зависть съедает, как ржавчина, но я говорю, кто-нибудь знает про это, он говорит, нет, почему ты приехал, я жизни не хочу, у меня все что-то душит где-то, я таким никогда не был, почему я такой, а почему братья Иосифа продали, Степан говорит, по зависти продали, по зависти, вот как, я говорю, никому больше не говори, я тебя прощаю, обнялись с ним, будем молиться, вот он, Коля, пожалуйста, это мои клиенты, мы родные и близкие, сколько мы молитвы вместе провели, вместе, чему учились, где вы купались, мы с нуля пруд сделали для вас, где не утонуть нельзя, ничего, вот как, вот я поясняю любовь, а первые любви почти не говорят, они ее не знают, не то, что вторая, третья, нет, это первые, а дальше убывающие, первые, то есть вершины любви, это, что, чудо великое, дети, вспомните, вновь мы с ними пройдем, детство, юность, вокзалы, причалы, будут луки, потом все, опять повторится сначала, вот в этой даже песне, Роберта Рождественска, должно быть его, и сколько отраженной любви, Боже, но он и не знает, поэтому он умер, не знают, любовь к поэзии, любовь к авторам каким-то, любовь к своей родине, это все, в той любви, которую Бог дал понять, что это от Него, от Него, вот какой ты есть, не прикрашивайся, полюби тот образ, который Бог дал, закрой грудь, чтоб тебя не видно, закрой платок, как у нас носило, чтоб ни одной волосинки не было видно, потому что во время беседы ты можешь молиться, вот видно будет, что я делаю это ради Бога, куда ни глянь, все ты делаешь ради любви к Богу, почему? Он и спас меня от вечной муки, от вечной, погибели, от вечного огня, от власти дьявола, это Он, это Он, и тогда тогда жизнь-то такая будет, а когда умереть, да как ему угодно, я каждый рассвет, закат смотрю и думаю, не сегодня ли, прости Господи, в ведении и неведении, в уме и в помышлении, в одни в ночи согрешил я, я грешник, прости меня, и я благодарю Бога, я еще не встречал такой молитвы, и мы, вот Володя стоит, считает блаженной около меня все, и мы молимся каждый день, Господи, мы сегодня ели хлеб в поте лица, как ты в раю заповедовал, у нас работа физическая, мы с напряжением работаем, меня сегодня упрекали, разве можно так работать, мы еще работали, много таскал, у меня кровь пошла, почти три недели кровь идет и идет, а вот здесь приехал, все, уже два дня, как будто бы лучше, ну ничего, да вы как самоубийца, ну ты рассуждай где-то, а я знал, что надо сделать, зима подходит, и делаем не для себя, для кого-то, для будущего, вы это, кто с нами знает, то, что любовь, движимая любовью, тем людям, которые приедут, будут жить, а в каждом я должен увидеть образ Божий, он от Бога, он полюбил, он приехал, это нельзя высказать, это надо в чувствах сказать, ты любишь ли Бога, он только знает, а может быть и изъян, какой в моей любви, может где-то из-за эгоизма, вот самый больший, кто на нас нападал, в прошлом году меня Роспотребнадзор давил, а он радовался, бейте этого упыря, добить его надо, он детей уродует, а 46 лет я с детьми вожусь, начальник детского лагеря где-то, и вдруг мне говорят, человек хочет с вами снова выйти в скайп, а для чего? Попросить прощения, понимаете, для меня как содрогание какое идет, и когда он сказал, ну вы верите, что я прошу прощения, я говорю, трудно поверить, с трудом, он обиделся как будто, но я для себя знал, что или его в священнике готовится рукоположить, ему необходимо примириться, или сильно заболел, похоже второе, ну и все, сейчас никакой хулы нету, у меня оружие, связь с Богом, я у него прошу, он дает мне довольство, почему вы всегда радостные, потому что у меня все есть, все, и болячки у меня есть, и гонители, и поносители, я в интернете посмотрю, думал, я говорю, Путин или патриарх больше поносит, нет, больше меня вряд ли кого поносит, найду 20 роликов, 19 из них поносные, кто ни разу не встречался, это счастье, я вот сегодня говорил с ним, я бы хотел вам прочитать одно маленькое стихотворение, он написал, ему прописывают, этому человеку, ну а может быть даже не он, говорят, женщина написала это стихотворение, его звать Валентин Гафт, в интернете можете зарядить артист, вот слушайте как, спасибо всем, кто нам мешают, кто нам намеренно вредит, кто наши планы разрушает, и нас обидеть норовит, спасибо им, О, если б только эти люди могли понять, какую роль они играют в наших судьбах, нам причиняя эту боль, спасибо им, душа, не знавшая потери, душа, не знавшая обид, чем счастье в жизни будет мерить, прощение, радость, с чем сравнит, ну, как мудреть и развиваться без этих добрых, злых людей, из ими созданных препятствий возникнут тысячи идей, как выбраться, как лучше сделать, потому что они вредят там, сожгли, утопили, наполненных добром и светом, и повторю я им сто раз, спасибо вам за все, за это, но что б мы делали без вас, без гонителей, без врагов, вот так, нам нужно это искренне поверить и благодарить Бога, а это возможно только перед смирением, перед Богом, он дал мне это, я благодарю Бога, вот Сергей парализованно лежит, он подписывается, парализованный во славу Христа, этих слов даже в житиях святых нигде нету, вот я возвращаюсь к первой любви, здесь наиважнейшее, больше на это слово нигде не встретится, оно стоит того, чтобы о нем более пространно сказать, тем более я это испытал, еще вопросы, пожалуйста, спасибо, спасибо, Братья, Игнатий Тихонович, это роман беспокоит, а можете, вот то, что вы сейчас прочитали, вот в электронном виде у вас? В электронном виде, да, я могу и сбросить, я уже в Word перевел, я люблю распространять такие, ну, что бы мы делали без вас, без гонителей, понимаете, какой уровень у человека, они наши, враги нам лучшие друзья, пословица говорит, они в нас больше заметят, чем друзья, сюда в чат взрослый нам, пожалуйста, это тоже понравилось, хорошо, Игнатий Тихонович, да, покажите нам, пожалуйста, Палю, Оля соскучился очень, сейчас, минутку, подожди, это Палевый котенок у меня, вот он сидит, Паля, пошлите меня смотреть будут, посмотри, вот она, спаси Христос, посмотри, какая махнашка, или какая большая, ну, подвижная, умная такая, ходит в погреб здесь, вот она, погляди, так она большая уже, на массу, я ей говорю, она такая большая, он говорит, нет, это, наверное, белая, я говорю, нет, это Паля, палевая, палевая, свет такой, светлый, коричневый, называется Паля, короткая я взял, вот она, вот она, вот она какая, Паля, Паля, ушастая, спасибо Христосу, слава Христу, Паля, ну, уходи, давай, все, села на книжке-то, давай, любимое место, вот она, так, слушай, вопросы, вопросы, есть сейчас, кто-нибудь, объясняет, вопросов, нет, еще Паля, ну-ка, уходи, глаза сты, села, села тут перед экраном, где глаза-то мне, какие-то, красиво, очень, очень, красиво, беги, гуляй, вопросы, вопросы, вот, когда приходят люди, надо, ну, просто помнить, пришли они не ко мне, люди хотят получить ответ от Господа Бога, и нужно обращаться к тем, которые знают закон Божий, порок Малахи говорит, со священника должны знать ведение Божие, и как 8-20 Исайя, а если в них нет света, то есть говорят не то, там тьма, и а ты считаешь, что все нормально, но если свет, который в тебе уже тьма, то какова тьма, там вообще, искорки никакой нету, нужно научиться мыслить категориями Евангелия, а это возможно тогда, когда ты пропитан этим, как Серафим Саровский говорит, мы должны плыть в Евангелии, плыть, это здорово, что бы ни сказали, какой бы вопрос не решали, вот это в Америке там расстреляли, сколько, 58 расстрелял сразу, 500 ранено больше, что, а тут проповедник стоял, проповедовала, не ходите, вы на смерть идете, Христос призывает покаяться, над ним смеялись, и в этот же день погибли, это знамение, это когда готовился к осаде Иерусалим, какой-то человек по имени Иисус, ходил и кричал, горе вам, горе, горе вам, а когда уже осада началась, он говорит, и мне горе, вот Иуда Бен Гур, фильм говорит, жениха ты видела? Нет, а как же ты пойдешь за Него любить? Она отвечает, я научусь любить, почему она еврейка, она знает, нравится отец не знает, или нет, вот фильм Искупление, но отец нас послал за тобой, и мы пришли, ты нам не нужен дома, ты изменник, это они христианина так считали, но отец послал, а закон гласит, чти, вот это любовь к Богу, любите, исполните заповеди, а ты должен их знать, а знать будешь тогда, когда, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему, опять же, по слову, а как ты хранить себя по слову, когда не проповедует, да церкви не проповедует, дома учись, а не ответьте за себя, ты за себя, тем более ценное будет, мне вот помогла моя глухота, у меня в детстве было, то слышно, то нет, а потом вдруг исчезла глухота, служил в армии, в подводном флоте, вообще все исчезло, а тогда, я не знаю, какой урок задали, и поэтому урока на 30, всегда вперед учил, это помогло потом самостоятельно работать, и даже мою глухоту, Господь обратил во благо, я научился самостоятельно работать, учиться, это на всю жизнь, вот это, некроген, или как некроги, женщина севера-то, ее на соискание Нобелевской премии, там, вот, и она говорит, мать меня не любила, других детей любила, меня нет, я иду, она упаду, коленки там сбила, ну, там, в тундре где-то живут, но это помогло мне стать тем, кем стал, и те дочери такими не стали, она приучилась к трудности, и вот эту трудность нам Бог создает, чтобы мы еще более искали его, приближались, растворялись в молитве, шагу шагнуть нельзя, столько врагов носили, но я воззвал к тебе, и ты избавил меня, любовь-то в этом выражается, я Марине хотел слово сказать, пишет Галина, Марина говорит, какая мужественная, как услышала про ваш лагерь-то, все бросила, подхватила свою колюшку, говорит, и вот она уже здесь, она мужественный человек, ни с кем не стала советоваться, ее сейчас хоть сто человек будут травить, они ничего с ней уже не сделают, почему? Она была в Потеряевке, она была, она все видела, она не просто, ты ее видела там где-то там в монастырях, и нет там этого, чтобы люди, которые приходят туда, сознательно, все приняли крещение в полное погружение, этого нету, нет этого, чтобы деньги не брякали, не появлялись, нет этого, в монастырях только на этом и живут, хождение, чтобы не было, нет этого, у нас чисто восковые свечи, ставят только священнослужители, никому доверенно, нету, если я буду назвать все параметры наших общин, то нет этого, между иконами, чтобы были надписи священного писания, нигде нету, никто не слышал даже про это, а у нас вместо Евангелия лежит полная Библия, синодальный перевод, если ты на Библию говоришь неправильный перевод, ты не счастливец, ты проклят Богом будешь, это лучший в мире перевод, лучший, и нет такого перевода, не один лютер переводил, а четыре духовные академии, уже двое канонизированные, филарет и архимандрит Макарий Алтайский, самое наивысшее знание переводческое, Бог дал людям, которые переводили на русский язык, переводили сравнивать с греческим, с латинским, с еврейского, с оригинала, с арабским, с проповедями златоуста, какой смысл заложен в этих словах, а то против говорит, он ничего не знает, ничего, он ищет только себе руководителей, которые бы потворствовали грехам, то есть без покаяния сойти в преисподнюю, ты найди такого учителя, говорит, строже которого нет во всей вселенной, это любовь. Я благодарю вас, Игнатий Тихонович, я каждый день о вас очень хорошим, добрым словом вспоминаю, и Николай здесь мне как-то на той неделе заявил, что потеряешь ты лучше всех, и я хочу туда поехать, а потом говорит, мама, когда я вырасту большой, я буду там жить? Я говорю, сыночка, все у Бога, как у Бога будет угодно, это любовь, это любовь, ее ничем не заменишь, любовь, Бог дал тебе любовь к правде, к красоте, тебя я сколько раз обличал, ты сама знаешь, и тебя это не оттолкнуло нисколько, не оттолкнуло, почему, я по любви это сказал, слава Богу, для меня это была великая польза, я получила огромный урок, огромный урок, духовный урок получила, наставления хорошие получила, и я благодарю, что я обрела такого, можно сказать, отца, я полюбила вас как отца, поэтому, слава Богу за всем. Так, вопросы? Так, к сожалению, время вышло, давайте молиться. Растойная сякова весеной, блажен ты, благородица, крест на блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога, наша дочь, крестнейшую и хирургую, безславнение, славнейшую и сероте, без искления Бога, слава рожьей, сущую, Богородицу, величайшую и хирургую, величайшую и хирургую, где война, и научи наценить это мирное время, благослови правителей, дай им страх Твой, святой, дабы издавали мудрые законы, дабы не препятствовали славить Тебя, и даруй духовное рождение патриарху, епископам, священству и народу, и водительство духом святым, Тебе, Божья, хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Все, Коля, до свидания. Спасибо, Христос. До свидания, помощь. И с Богом. С Богом. С Богом. С Богом.